И всем привет ребята, вот и наша новая серия по импро рояль. Ну что, вчера у нас с вами был П90, а сегодня я думаю его ближайший собрат, а именно Томик. Поэтому будем развиваться сегодня именно с ним. Не надеюсь, но меня так же обрадует, как вчера П90. И поэтому, как обычно, всем приятного просмотра, приятного аппетита тем, кто кушает. Ну и конечно же, не забываем про подписку на канал, ведь нас с каждым днем все больше и больше, и уже почти 159,5 тысяч человек. За что вам просто огромное спасибо всем и каждому. Ну и так же бонусом для тех, кому вообще ни разу не трудно, смотрите ролики через VPN. Это не призыв к действию, а моя маленькая личная просьба. Ну а мы начинаем, погнали. Обновление в PUBG Mobile? Активируй новый боевой пропуск и разблокируй платные награды. Я только зашел в игру и, как видите, у меня нет лейтного пропуска. Да и на балансе UC не особо хватает. Elite Pass стоит 360 UC, а Royal Pass Plus вообще 960. Так как же тогда купить UC, если ты не можешь донатить через магазин? Я нашел способ пополнения игровой валюты для игроков из России. Это сайт playrock.com. Для покупки Royal Pass мне понадобится всего 360 UC. И на Playrock их можно купить максимально дешево. А как это сделать? Первое, жмем на ссылочку в описании. Второе, выбираем нужную вам сумму. Третье, оплачиваем банковской картой или Kiwi. И четвертое, получаем UC в игре по вашему ID. Как это сделал я? И вот мои купленные UC уже на аккаунте. И как раз на них можно прикупить себе новенький Royal Pass. Playrock это более 300 тысяч отзывов с рейтингом пятерка. И моментальное получение игровой валюты через ID без входа на ваш аккаунт. Боевой пропуск должен быть у каждого игрока. Поспеши купить UC по низкой цене на playrock.com. Ссылочка как обычно в описании. Но вот и где кто есть. Я тут как бы только что все оббежал. И вообще ни первого, ни второго парня не заметил. Мда. Так вот. А, все, понял. Хотя бы один из них, но объебился. Теперь самое главное, быстро у него залезть на горку. И очень четенько его принять. О, уже топает. Готов. Блин. А, кстати, прикольно. Так вот, прицел у него, конечно, ужасный. Мне кажется, хуже коллиматора вообще ничего нет. Ну и снимать у него максимально плохая мушка. Но вблизи он прям классненький. Ну все. Первый килл есть. И уже слышно, где находится второй. Поэтому погнали. До конца этого сезона еще целый месяц. Но уже сейчас стало известно, что в следующем сезоне нас ждет грандиозное обновление. Новые карты, оружие, лут. Ну а кто хочет увидеть собственными глазами, то я оставлю ссылочку в описании и в закрепленном комментарии. Он там типа под шумок, что ли, боссика решил забрать? Как бы меня, например, смутило то, что сзади меня какой-то замес происходит, а я обо всю босса луплю. Ладно. Значит, тогда сейчас его там и зажмем. А, вон даже как. Он уже его и забрать успел. Так это же вообще проще еще. Его тупо под стволками там прижать можно будет. Так, первая пошла. Оу. То там еще и даже не шестерка. По-моему, это надолго. Он там прикалывается? Он помирать собирается сегодня, нет? О, сгорел. Ну все. Вот теперь можно и лутать всех. И он еще и красненький. А у него же и с ценовой, по-моему, только шестая краска была. Нормальненько. Вот это я понимаю, лутецкий. То чувство, когда из четверки падает в разы больше, чем из шестерки, которая была в самом начале. Блин, так это теперь получается, можно оружейку залутать, да и дальше двигаться. Причем начать, я думаю, можно с магазика. Ну а там дальше видно будет. Погнали. Вот там бы еще флайер был бы. И было бы прям вообще замечательно. Там хоть на край карты можно уходить. Эм, что? Серьезно? Понял. Принял. Магаз отменяется. И, кстати, он там опять стальной. По ходу дела, начинается вчерашняя история. Нет, все-таки есть свои плюсы играть под конец сезона. Тут реально, куда ни глянь, все поголовно заряженные. Так, мне одно интересно. Он там как живет? Чего? Понял. Капец, он оказывается шустрый. Я думал, что он все еще здесь. Да он, оказывается, перебежать успел. Ладно. И здесь его придавим. Готов. И тоже красненький. Блин, да под конец сезона даже и вещи лучше падать начали. По-моему, до этого вообще такого не было. Чтоб прям с каждого до что-то сыпалось. Не, ну у меня такими темпами с места проблемы начнутся. Как бы, единственный минус Томпсона, это то, что кучу патронов надо таскать. И еще и берил его. Понял, принял. По ходу у нас самая дорогая подсволка теперь. Блин, может вообще с такими шмотками в радиацию сгонять? Просто если он так хорошо справляется с шестерками, то интересно, как он будет справляется к тому же с собаками, например. Я думаю, это надо и проверить сейчас. К тому же, пока время появилось, поэтому погнали. Причем, как не странно, что первые, что вторая тележка на месте были? Я так понимаю, я сегодня тоже буду первым в радиации? И по ходу дело последний. Нет, все-таки в этом есть свои плюсы. Чего? Это-то еще кто? Вот и весь плюс того, что у тебя нифига не ночной прицел. Не, ну это по-любому заново перезаходить. Надеюсь, что ничего не снимут. Погнали. И как ни странно-то, ну да? С меня вообще ничего не сняли. Просто все дико покоцанное, но самое главное, все было на месте. Мне только одно и всегда интересно. Какой интерес у тех игроков, которые играют именно от такого стиля игры? Просто сесть и минут 10-15 кого-то ждать. Да ты даже если лутаться пойдешь, ты и то больше поднимешь, чем вот так будешь выжидать кого-то. О, а вот, кстати, и первый парень. Готов. И, кстати, там уже и сзади боты работают. Так что сейчас бегом-бегом и сразу встречать парнишку. Оу, а парень-то у нас там еще и с аугом. Да вот это классная штука. Только вблизи у меня вдвое почти больше патронов. Это, кстати, наверное, главная особенность и самый большой плюс Томика. 60 пулек. Готов. Не, ну неплохо. Вот такие начала боев меня прям более чем устраивают. Только, как показывает практика, все они тут же и заканчиваются. Либо закрытил кто-то, либо же еще что-то. Ладно, тут, я думаю, в принципе, даже задерживаться не будем. Наверное, примем и ком куда-нибудь до школы. Чисто потому, что до нее ближе. Поехали. Чет как-то, по-моему, я не очень далеко убежал до школы. Капец. Он тут откуда взялся? Чего? Его еще и закрыли сейчас? Понял. Принял. И причем тот парнишка явно знает, что я прям в упоре у него. Эм, этот тип сейчас тоже по мне было? Он там что, на удачу решил стрелять? Да, как бы на этот раз, такие шмотки, ну вообще никак не охота терять. Тем более, еще и с пластиной. Оп, поджег. По-любому, пол хз уже нету. А, он типа решил со мной на подстаболочках поиграть? Ладно. Посмотрим, кто кого перестреляет. Оп, гетто. Нет, все-таки в начале Молик прям в тему был. Я так понимаю, у него там большая часть хп от этого и слетела. Надеюсь, сейчас-то я теперь смогу нормально на школу пойти. Как бы, Томик тоже не фиговая пушечка. Но если сравнивать с п90, то даже рядом не стоит. Пока что мой фаворит за этот сезон, чисто среди пп, это п90. Ну, кстати, Томик лучше, чем я его себе представлял. А самый худший претендент, это МП-пятка. Вот хуже пока что, вообще ничего нету. Даже УЗИшка и то лорчая. Ладно, двигаем на школу. А, там дальше видно будет, куда еще занесет нас. Поехали. А на школе-то у нас, оказывается, уже кто-то есть. Прям буквально только что, там зачищали ботов. И вот, уже и топает. Ботинки явно с такой скоростью, ну точно не бегают. И че, он по боссу не работает? Он, типа, меня ждет, сидит? Ладно, позапитываем тогда. Так вот дело. По нему нормально так прилетело. Чего? Мне просто босс большую часть ХП снес. Вы сейчас серьезно? Капец. Просто подарил парню кучу своего лута. Не, если третий раз. Такая же фигня будет. Четвертый раз я точно не буду заходить. Погнали. Вот вроде бы с одной стороны, все прям максимально классно начинается. А с другой стороны, максимально по-тупому заканчивается. Первый раз меня закрыстили. А второй раз мне просто пол ХП снес боссик. А парнишка просто добрал. Причем еще и как ни странно, в максимально непривычном для меня месте сидел. Обычно все бегут на боссика и через него обходят. Но этот же решил совсем по-другому сделать. Ладно. Надеюсь, что тут поуспешнее хотя бы будет. А вот, кстати, и первый парень. Готов. Только прям вообще голый совсем. Понял. А за ним уже второй. Походу дело, он поэтому в мою сторону и побежал. Это типа сейчас по нему кто-то отработал? Ладненько. Раз они там решили своими делами заняться, то это мой шанс максимально приблизиться к нему. Так вот еще понять бы, где он сейчас находится. Но больше чем я уверен, он пошел лутать того парня. Ну, если же он его только что забрал. И вот где они? Как бы выстрелы только что здесь же и были. А, все, понял. Еще и шестерка. Серьезно? С пулеметом? Капец. Готов. Броник-то шестой был, а вот каски-то, оказывается, не было. Но все. Вот теперь я понимаю, можно и дальше двигаться. Погнали. Мне вот интересно, какой шанс того, что я отсюда смогу зажать по тому парнишке с Томпсона из такой дистанции на коллиматорном прицеле. Готов. Сто семьдесят пять метров. Он там что, во ФК встал? Я так понимаю, он там либо зажимал по кому-то, либо пытался закрыть ботинков. А по итогу закрылся сам. Но неплохо. Вот такой заход на рожок. Мне прям нравится. Хотя все-таки вряд ли он настолько много стрелял в ботинков. Вот по-любому где-то увидел парнишку и пытался тоже по нему зажать. Ладно. В принципе, раз пока я тут, можно тогда и на бойсика сгонять. Ну а дальше уже видно будет. Если здесь кто-то есть, то рано или поздно он тоже спалится. Поэтому погнали. Я же говорил, что он спалится. Прям буквально только что где-то за ангаром стрелял. Только вот этот ботинок сейчас тут вообще ни разу не в тему был. Но будем уже так отыгрывать. Он еще и ко мне подошел. Ладно. Сейчас найдем, где он стоит. С какой именно стороной стенки. И тут же заберем. Чего? Он пережил два попадания под ствольника? Капец. Я там куда дал по нему? А он как бы еще и в четвертом сете. Не, ну то, что сейчас все начали играть. Поголовно кто с АМКой, кто с АУКом, кто с пулеметом. Это прям радует. Теперь хоть спокойно бери любого калибра оружия. Ну, из этих двух основных. И спокойно развивайся весь оставшийся бой. Мне кажется, раньше из-за этого игроки не играли с ними. Что? Мне это сейчас не кажется? Капец. Просто рандомный ящик. И здрасте. Куча жестых шматок. Мне просто интересно, что тут такого должно было произойти. Чтобы такой ящик и никто не залутал. Я так понимаю, тот самый первый парнишка в начале. Был, наверное, какой-нибудь шестеркой. Дико раздамаженный. Который просто, скорее всего, хотел закрыть ботинков. Но тут вдруг появился я. И у него все пошло не по плану. Не, ну неплохо. Я так понимаю, раз два раза у нас не получилось тогда идти от радиации. То хотя бы на третий раз я должен это сделать. Поэтому погнали. И причем я тут опять первый. Так что я теперь вообще данную локацию совсем не понимаю. То сюда приходишь, что по 10 человек бегает в соло режиме. То вообще за весь бой никого не приходит. Как это работает, я вообще без понятия. Но самое главное, что сейчас кроме меня тут никого нету. Так что зачищаем собачек. А потом начинаем лутать. Пак, Нелли. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот. Вот так вот уже в разы, в разы лучше. Только еще один минус появился. И у меня почти полностью закончились патроны. Зато в это же время, целая куча разрывных семерок. Так что в идеале, хотя бы из какого-нибудь ботинка, надо будет поднять берельщик, а потом еще и на бойсиков сгонять. Ну, если же конечно останется время. Потому что как бы флэера до сих пор у меня нету. А выходы не самые лучшие. Ну что, первый ящик? Надеюсь, оно себя окупит. Понял. Принял. И сразу же 250 тысяч. Блин, а можно чтобы у меня всегда такой первый ящик был? Я бы тогда, наверное, вообще с радиации не вылазил. И займел бы все типы оружий, которые только есть в данном режиме. Которые, к слову, в следующем сезоне, я так понимаю, будут дико переработанными. Что, наверное, и правильно. Типа фракционные, по факту, вдвое реже, если не втрое. И поэтому они будут теперь золотыми пушками. Так что в скором времени красный лучик перестанет быть самым топовым. И самое топовое будет, если будет падать желтый. Ну или же золотой. Кому как удобнее. Жалко, правда, что не у всех эти лучики показываются. Но тут чисто дело уже в телефоне. Да даже не в телефоне, а на том устройстве, на котором вы играете. Если оно хотя бы в средней мощности, то уже будет полосочка. Если нет, то, к сожалению, отображаться не будет. Хотя, с этой стороны, наверное, правильнее. Потому что я раньше сам играл с максимально плохого устройства. И знаешь, что это такое, когда в нужный момент у тебя просто игра превращается в слайд-шоу. И все дичайше лагает. Но, тем не менее, оптимизация тут более чем хорошая. Так. Первый ящик библиотеки. Надеюсь, тоже на слиточек. Нет. Ну падает пока шикарно. Хотя, я даже знаю, почему падает настолько круто. Сегодняшний понедельник. Нет, у нас по понедельникам все плохо сыпет. Потому что все задания делают. А сейчас, когда по факту мне нужно чисто купить патроны, на которые я уже за три боя больше миллиона потратил, мне будет дичайше сыпать. Так что, как ни крути, еще и даже в плюсик выйдем. Блин. Где мне взять Берилл? Хотя бы вообще что-то, что может стрелять с семерками. Ну, в автоматическом режиме. Потому что с подствольника, а точнее с путанта, одиночными патронами, ну вообще нет желания бойска забирать. Чет как-то, чем дальше, тем хуже. По-моему, я только что сам себя сглазил. То есть до двух миллионов стоимости мы дошли максимально быстро, а теперь будем получать только фиолетовое? Да. Я немного не этого ожидал увидеть, когда из первого кейса выпал слиток. Хотя, еще целая половина радиации впереди. Да и к тому же, под самый конец сезона, в метроволюбе-то и смысла никакого особо нету. Да, Тимфик, скоро все обдулится. А дальше будет абсолютно новый режим. В котором, я надеюсь, будет не столько много ошибок, когда только-только метро ввели в игру. А то, такое ощущение, что такая же ситуация один в один повторится. Ну а так все. Наверное, прям сейчас по-быстренькому залатаем в вторую сторону, а потом уже пойдем куда-нибудь дальше. И я так понимаю, искать бота с нормальной пушкой. Погнали. Я, конечно, все понимаю. Но как бы, это что такое? Блин, до конца боя 10 минут. И здрасте. Фуловая шестерка. Готов. Ну неплохо. Вот просто что, что? А людей встретить под самый конец боя? Ну я как бы вообще не ожидал. И он еще и красный. Да. Чет мне подсказывает, что дальше будем вообще без медицины. Ну, тем не менее. Хотя бы на одного бусика мы просто обязаны сходить. Сейчас вот только все самое ценное заберем отсюда. Эм. И тут шестой броник. Да. У меня же тут с собой и так куча места, да? Ладно. Сейчас как-нибудь все умнем в себя. Ну, чтобы сделать чисто максимальную стоимость. И, наверное, на бусика. Погнали. Если сейчас у этих двух ботов не будет той пушки, которой мне надо, то будем забирать с мутанта. Просто по времени мы сейчас более чем спокойно успеваем забрать еще одного босса. Ну вот. Вот это уже совсем другое дело. Причем я понятия не имею, откуда у меня взялся еще нормальный магазин на него. И, кстати, я бы не сказал, что у него настолько дикая дача. Хотя он без обвесов. А вот это прям вообще не очень. И аж как обычно, конец боя, выкинуть всю медицину, чтоб потом максимально глупо отъехать со стоимостью 3 миллиона. Эм, и что это сейчас было? Он не передумал? Оп, готов. И он у нас фиолетовый. Не, ну я хотя бы попытался. Как бы в прошлых катках под конец боя наоборот фартило. Хотя, убить ту шестерку, я думаю, тоже. Это огромный фарт. Ну а так все. Теперь пешочком, но максимально быстро до выхода. Потому что времени не так уже много и осталось. Погнали. Ну что, ребят, до точки сохранения отсутствуются уже буквально прям считанные метры. И это означает лишь одно. Что, к сожалению, но данная серия на этом моменте не будет заканчиваться. И поэтому всем тем, кто досмотрел до конца, просто огромное спасибо. Ну и, конечно же, не забывайте про лайк под видео и коммент под роликом. Ну и подписчику на канал, чтобы каждый день не пропускать новую серию. Ну а я с вами прощаюсь. Увидимся, как обычно, завтра. Всех обнял. Пока.